Вот такие новенькие автобусы китайской марки Ютонг вышли сегодня на линию в Барнауле. Они пополнили автопарк перевозчика маршрутов общественного транспорта номер 35 и 53. Перед выходом в первый рейс замглавы города Антон Шеломенцев посетил предприятие и оценил новую технику. Вообще качество сборки хорошее, прям замечательно. Автопарк предприятия составляют в основном автобусы 90-х годов выпуска прошлого столетия. Эти же три абсолютно новые, 23-го года выпуска и без пробега, имеют достойные технические характеристики. Основные отличия, наверное, это уже технический ноу-хау. Здесь предусмотрено наличие камеры заднего хода для удобства, для безопасности движения задним ходом водителей, видеонаблюдение в салоне. Имеются такие вещи, как система автоматического пожаротушения моторного отсека, ну, при, скажем так, возможном возгорании или каких-то моментах. В летний период не зажарится, поможет форточка на каждом стекле, а зимой согреют сразу семь отопителей. Автобус рассчитан на 85 мест, из них 29 посадочных, в том числе для маломобильных граждан. Здесь ремень. Да, человек должен подъехать сюда, спиной встать. По словам перевозчика, уже прорабатываются планы по приобретению еще нескольких новых автобусов. На эти потратили порядка 45 миллионов рублей. Конечно, красивый, во-первых. Во-вторых, окна открываются, света больше, да. Ну, конечно, чисто такой красивый. Сиденья как? Сиденья удобные. Есть поручни, за что взяться. Мне понравился автобус. Конфортабельный, уютный. И мягко идет. И, типа, самое главное, прохладный. Последний раз автобусы большой вместимости обновляли порядка 10 лет назад, подчеркивает Антон Шеломенцев. Для транспортной отрасли это важный аспект, так как вместимость и комфортабельность таких автобусов значительно выше. Этот год, в принципе, для Барнула в транспортной сфере достаточно позитивный. Напомню, по решению губернатора Никитая Петровича Томенко, Барнула получит 10 новых трамваев. Часть из них уже на базе ГЭТ, проходит необходимые процедуры. Получили три новых сейчас автобуса. Планируется еще обновление в этом году. И так, год за годом, поэтапно, качество в сфере обслуживания будет улучшаться. Администрация также оказывает поддержку перевозчикам. Так, последние два года на эти цели из городского бюджета дополнительно выделяется порядка 100 миллионов ежегодно. Юлия Щепина. День с толком.